Привет! В этом уроке мы создаем врагов в Юнте. Для этого урока я буду использовать управление, которое мы делали в предыдущем уроке. Ссылка в описании. Итак, первый враг, который мы будем создавать, это будет слои дерева. Вот такая у меня есть картинка. Для начала мы добавим тег для этой картинки. Вот такое, Enemy. Тут добавляем, а также добавим Box Collider 2D и сделаем его триггерным. Если объект триггерный, то тогда наш игрок может через него проходить. Но благодаря тегу мы можем узнать через какой объект наш игрок будет проходить. Дальше мы добавим скрипт нашему врагу под названием Wood Enemy. И в этом скрипте мы будем изначально нашего врага ставить на низ. Изначально мы будем делать его ниже. Вот так. А потом, когда расстояние между игроком и врагом будет какое-то вот такое, если игрок, например, вот здесь будет. Тогда мы будем врага уже таскать вверх. То есть добавлять это полтора к высоте ему. Значит, для этого мы и создаем этот скрипт. В старте мы создаем новую позицию нашему игроку. На этом скрипте мы будем использовать тот самый метод Anterior. Если наш, если этот объект касается игрока, ну, игровой объект под названием Player. Тогда мы будем использовать метод Destroy. И в нём мы указываем параметр, который будет, ну, объект, который мы будем уничтожать, уничтожать. Это себе. Значит, сохраняем. Значит, теперь сделаем вам напрямую этот тех. Ну, этот объект. Давайте какой-то вот Destroy. И вот на зуб. Теперь я удалю спрайт рендер, чтобы не было никакой текстурки. И теперь я добавлю Wood Enemy в Destroy Wood. Теперь у нас появился вот такой объект. Теперь мы запускаем сцену. Значит, как видим, вот дерево появилось, я иду сверху. И наш объект пропадает. Теперь давайте я куснусь от шипов и посмотрим, что туда будет. Давайте, вот так. Кусаюсь. И наша стена перезагружается. Вот такого врага мы и сделали. Значит, давайте сделаем папку Prefab. И теперь в эту папку мы кинемо это дерево, чтобы оно нам не мешало. Теперь мы можем его удалить со стены. И теперь в любой момент мы можем его кинуть. И так его кидать. И теперь мы можем легко создавать уровни. Значит, второй враг, который мы будем создавать, это будет враг, который будет двигаться с одной точки в вторую. Я для этого приготовил вот такую, я буду использовать вот такой спрайт. Мы его использовали в одном из предыдущих уроков. Значит, для начала мы добавим вот тоже тот самый бокс коллайдер. Сделаем его. Добавим вот техенемий. Сделаем его триггерным. Этот объект. И добавим сам скрипт. Назов его, например, move enemy. Этот враг будет двигаться с одной точки в вторую. Вот таким образом. Мы будем двигаться в одну точку и в вторую. Чтобы узнать, чтобы сделать ему какие-то границы движения, мы будем в старте, мы будем давать ему две точки, по которым он будет идти. Вот эта первая точка будет на, давайте, на 7 будет она больше, чем вот так. Вот такой будет диапазон. У него максимальная точка будет, его значение, его максимальное значение, в которой он будет идти, будет равно точка, на которой он сейчас находится, плюс 7. А минимальная ли? А минимальная, это минус 7. И это мы будем сделать в скрипте. Значит, в его позиции, мы создамо эти две точки, они будут иметь тип float, не, да, float. и он будет называть вот, maxDistance, и minDistance. Мы используем вот такую проверку, значит, если наша позиция по иксу, больше уже, maxDistance, тогда наша скорость будет отрицательная, и мы будем, мы будем, и мы будем двигаться в другую сторону. А потом, если наша позиция меньше minDistance, то мы будем уже, минус перетворять в минус, ну, в плюс, минус на минус да и плюс, и мы будем двигаться в другую сторону, а также мы будем, сделать, добавим ссылку на спрайт рендер, чтобы наш игрок поворачивался. Значит, если наша позиция по иксу больше maxDistance, то да, мы будем, наш игрок будет смотреть влево, если меньше, то вот. Если наша позиция меньше minDistance, то, мы используем flipX, и здесь ставим false. Теперь сохраняем и проверяем скрипт. Как видим, наш враг двигается с одной точки в другую, но не хватает анимации. Чтобы ее добавить, мы нажимаем на animation, create, идем в папку animation, которую мы писали в предыдущем уроке, назовем эту анимацию EnemyMove, потом перенесем наверх кидаем все изображения, смотрим на скорость, если скорость вам нравится, то может оставить, мне нравится, ставим вот десятку. Вот так, вот так, отлично. Если у вас только вот анимация, то ее никак настраивать не нужно. Теперь смотрим, идем в сен, и вот видим, наш враг идет с одной точкой в другую. Теперь давайте мы плодрия нашему игроку проверим, он бывает или нет. Вот этот. Давайте мы и костюм все туда убьет, и как видим, все она по разоружается. А на этом до заканчивается, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok